Меня зовут Саша, мне 14 лет. Я совершенно обычный человек, как все. Нет, мне, конечно, хотелось бы быть необычным, как всем, но пока ничего необычного я в себе не наблюдаю. Люблю проводить время в телефоне, гулять и тусоваться с друзьями. И не очень люблю учиться. Вы знали себя? Но есть еще одно не очень обычное обстоятельство. Сейчас я живу на Валааме. Саша, привет! Как настроение? Какие планы? Здравствуйте, настроение отличное. Вот решил окрестности монастыря пофотографировать, друзьям отослать фотографию. Ну, дело хорошее. Помоги мне сегодня в храме, пожалуйста. Мы подсвечники протрем, пол помоем. Хорошо. А вы куда кровку-то несете? Давайте, может, помочь? Нет, это я сам. Нам книги привезли. Сейчас я пойду расставлю и за тобой вернусь. Хорошо, я буду вас здесь ждать. Добро. Поговорили мы с Сомарком, а после этого друзья просто завалили меня смс-ками. Все хотели узнать, что я делаю на Валааме и как он вообще выглядит. Привет, Санек! Расскажи, что там на этом острове? Красиво ли там? Как там вообще? И все такое. И я решил сделать кучу-кучу фоток, чтобы уже ответить на все вопросы. Разумеется, красоты Северного острова надо снимать в лесу. Где же еще? Что у нас с природой на Валааме? На Валааме сохранилась детственная тайга некоторым деревьям свыше 300 лет. Сколько? Свыше 300 лет. Монахи не вырубали старые деревья. Они пользовались только теми, что были повалены ветром. Ничего себе, надо сходить. Разумеется, я решил посмотреть на 300-летние деревья и пошел в лес. Я задумал, что у меня времени навало. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зимний лес, конечно, красив. Вы когда-нибудь бродили в зимнем лесу на севере? Это, я вам скажу, настоящая сказка. Так я сначала все это воспринимал. Попал в сказку. Гуляя по лесу, я совсем забыл про то, что обещал помочь отцу Марку. Скоро начало смеркаться. Пошел снег. Я начал замерзать. Стало понятно, что мне пора идти домой. Пора, но куда? Снег завалил тропинки. Деревья вдруг стали похожи друг на друга. Начали превращаться в силуэты. И я понял, что я заблудился. Знаете, как я испугался. Никуда позвонить я уже не мог. Я сделал так много фотографий, чтобы батарея быстро села. Я замерзся и устал. Мне было очень страшно в темном лесу. Ау! Помогите! Кажется, что я бродил несколько часов. Наверное, это было совпадение. Но когда я закричал «помогите», в этот момент я увидел свет в темноте. Это был храм. На этот свет я и вышла. Хорошо, что отец Игумен благословил меня в скид сходить. А то так бы и до беды недалеко. Согрелся? Согрелся. На субботу так страшно и холодно. Еще бы. Тебя как сюда занесло-то? Сказал, что будешь на месте, а планов никаких. Да, думаю, я в лес ненадолго забегу, на деревья посмотрю. Пару фоточек сделаю и вернусь обратно. А это ты, брат, неблагоразумно поступил. Ну да, не подумал. А вот думать-то как раз нужно всегда. Знаешь, человек такое существо, очень любит потакать своим слабостям. Вот в Святом Евангелии есть такая история, как господин, уезжая, ставил хозяйство на одного из своих слуг. Поставил его за старшего и повелел кормить, поить тех, кто работает в хозяйстве. А сколько подумал, господин только что уехал, будем веселиться, пора бы отдохнуть и забыть из своих обязанностей. Как ты думаешь, благоразумно поступил такой слуга? Конечно нет. Что будет, если хозяин приедет и увидит это все? В том-то и дело. Надо помнить, что наши поступки всегда имеют какие-то последствия, как и в жизни. Мы не знаем, когда вернется господин. Поэтому и поступать нужно правильно, чтобы не вышло чего-то. Чтобы не замерзнуть в лесу. Вот именно. Надо мне было вас предупредить. Виноват, простите. Виноват, конечно. Мы и в храме не убрались. Наши братья все сделали за нас. Придется нам теперь завтра с тобой двойную норму выполнять. Обязательно. Знаете, я смотрю, когда я был в лесу, я тоже немножко молился. Я очень тихо сказала, господи, помоги, и увидел свет в храме. Молодец. Думаю, ты все осознал. Сейчас будем готовиться ко сну. Надеюсь, что ты не разболеешься. А вот тебе небольшой подарок. Пауэрбанк. До телефона тебе сел, и до тебя не дозвониться. Спасибо. Вот так и закончился тот необычный день. Теперь я всегда задумываюсь, что любое наше действие имеет последствия. И телефон у меня теперь всегда заряжен на полную. В жизни может произойти всякое. Но лучше всегда поступать благоразумно. По крайней мере, стараться. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»